154 года проходят поезда по этой железной дороге. Она называлась Московско-Смоленская, потом Московско-Брестская. И каждая станция на ней – это целая история. Немчиновка, Одинцова, Голицына. От Белорусского вокзала и до Бреста мелькают в окнах поездов железнодорожные станции. Они видели разные периоды истории, войны, победы, поражения величайших полководцев, известных актеров, царскую семью. Память об этом сохранилась до наших дней. В связи с тем, что Московско-Брестская железная дорога в 2022 году исполняется определенный юбилей, мы решили сначала проложить путь до Бреста, посмотреть, что мы можем на этом пути показать. И поняли, что это хронология не только истории нашей Одинцовской земли, но и хронологии истории нашего Отечества. И мы взяли за основу, конечно, празднование 12-го года, празднование Отечественной войны 12-го года, и пошли путем истории до истории Второй мировой войны, когда на Белорусский вокзал пришел первый поезд Победы в июле 45-го года. Выставка пути истории Московско-Брестская железная дорога в прошлом и настоящем Одинцовской земли собрала в себе неизвестные факты, связанные с вокзалами и станциями этого направления. Экспонаты из фондов музеев и частных коллекций собирались буквально по крупицам. Это ременная пряжка, служащая Московско-Брестской железной дороге. На ней буквы МБЖД – Московско-Брестская железная дорога. Московско-Брестская железная дорога в 1922 году у нас становится Белорусско-Балтийской железной дорогой. То есть этот экспонат у нас до точно революционный, потому что в центре его находится двуглавый герб – символ Российской империи. Выставка рассказывает, в вагоне какого цвета ездил третий класс, как выглядели старинные фонари железнодорожников, где произошла крупная авария, о которой писал Гелеровский, как связан из Венигород и Могилев. Могилев находится немножко в отдалении от самой Московско-Брестской железной дороги. Это ответвление Московско-Брестской железной дороги, которое появилось позже. Но для приезда императора, для Ставки, конечно, строится отдельный вокзал, проводятся все коммуникации. Представьте себе, 300 тысяч человек собирает Могилев. Ставка работает просто как такой серьезный военный штаб. Ну, военная столица Российской империи последняя эта ставка. Облик многих станций сохранился в многочисленных советских фильмах, снятых на железнодорожных вокзалах. Вся информация, представленная на передвижных стендах выставки, лишь малая ее часть, уверены организаторы. Она будет не только перемещаться по различным учреждениям округа, но и постоянно дополняться. Он был серый.